Доктора пнули Доктора звучат очень зверски Практически как стерхи Как стерхи? Это очень здорово С добрым утром Здравствуйте, товарищи Мы сегодня Орлова не взяли в компанию Он по каким-то аэропортам шляется Да нет, просто треугольник любовный Это устаревшая фигура Действительно, мы не будем любить Орлова Мы будем заниматься разговором на пару Нафига нам третий? Мы сегодня в два конца Туда и обратно Я доктор Про каких-то своих докторов Или медсестер Я как-то слабо уловил Я очень плохо соображаю последние дни И правильно делаешь Я уже забыл, как выглядит сон Правда, сегодня у меня часа три удалось поспать Ух ты Я уже плохо соображаю Поэтому, доктор, озвучь Я вообще о другом хотел говорить Совершенно В смысле? Ну, о другом хотел говорить Я же говорю, что не соображаю Прости, уже мне старческий маразм О другом хотел я говорить Но меня так расстроила эта история Что я забыл, о чем я хотел говорить Я про историю, когда Два наглеца Работающих на радио По-моему, в Австралии эта история Или где? Где? Я не знаю, где она происходила Ты про маяч? В России был Я не про твояк и не про свояк Я про бог наглецов, работающих на радио Которые позвонили Медсестре Сказали, что это королева и король А-а-а Или не король, а принц Про беременных и беременных Да-да И попросили, чтобы медсестра рассказала Как же себя чувствует Кейт Миддлтон Про беременного принца Жена Уильяма Я понял, да Про беременного принца А дальше вот там как-то раздваивается все Одни говорят, что медсестра поверила, что это королева и принц Чарльз И стала им рассказывать подробности А когда выяснилось, что это были не они, она от ограничения повесилась Да-да А другая версия, что она ничего им не рассказывала, а соединила их просто с какой-то другой медсестрой И та им рассказала, а повесилось все равно это От тоски, что не она рассказала? И вот я теперь уже непонятно, от чего она повесилась Теперь же начинают копать это все Ага И говорят уже, что нет, собственно, доказательств, что она именно от этого повесилась Нет, может повесить какие-то свои дела Может просто болело, или там кто-то бросил Но главный редактор Вкупе с начальством этого радио На всякий случай отстранили этих двух ведущих От работы Они признали свою ошибку Горько раскаялись Вроде как они страшно переживают Что они это сделали Сейчас я поверю Я не знаю Я может и поверю, что они раскаялись Но я никого не хочу судить Я сам в своей жизни совершал много глупых поступков И совершаю их каждый день И не буду совершать Но мне кажется, что это какой-то Ну, мне трудно Вот не очень трудно понять Что может заставить двух неподростков С одной стороны С другой стороны, двух не выживших из ума олигофренов Не дебилов там Не людей, впавших в старческий маразм Что может заставить Двух обаятельных молодых профессионалов Позвонить в госпиталь Сказать Здравствуйте, это королева Великобритании А это ее сын принц Чарльз Скажите, пожалуйста, как себя чувствуют наши родственницы Вот Ну, как это вот так? Вот я, честное слово, не понимаю Ты сейчас на полном серьезе в этом чушь говоришь? Абсолютно Я не понимаю Ну, ты что, первый раз замужем, что ли? Это, по-моему, абсолютно стандартный принцип Я, может, последний раз замужем Первый, я не знаю Замуж не возьмут По одной простой причине Что на самом деле Это тот самый классический подход Который уже, не знаю По-моему, сколько существует журналистика Столько существует этот подход Причем не только журналистика Последнее время В связи с тем, что сейчас журналистика Охватила борные слои населения все Вот И перекинулась еще на другую часть населения И именуя себя пранкерами Сейчас, по-моему, какая-то мода В каждой стране Это не только в Англии Не только в России Где угодно Любят звонить куда-либо Там, не знаю Прикидываться кем-либо Постоянно вот даже Даже взять на уровне России Происходят какие-то разводы То звонят главному футболисту То звонят, не знаю Какому-то министру Что-то говорят Все это записывают Тот, понимаешь Даже ни на минуту не усомнившись В том, что ему звонит Достаточно вот это Мутко какой-нибудь ему звонит Начинает ему отвечать Нести полную ахинею Которому не надо вообще На самом деле говорить После этого начинается куча проблем Понимаешь Вот это уже калька Вообще абсолютная калька На самом-то деле То есть Чему-то тут удивляться Но это существует очень давно Даже почитаю литературу Где описывается Не знаю Деятельность разных Вот Желтых чаще всего Конечно Газет Ну так Все газеты поступают Не только желтые Ну я не знаю Для меня это крайне Огорчительно все В моем распаленном воображении Это выглядит все Как узаконенная подлость Ты моралист? Да я не моралист Я Медсестру жалко Я могу сказать Медсестру жалко Понимаешь Ну виноват ли в этом звонок Не знаю Ну я тоже не знаю Но На самом деле Я вот например считаю Что если она повесилась Из-за этого То повесилась она Не из-за того Что ей позвонили Что ей так сказать Позвонили А повесилась она Ощутив Невыразимую подлость мира Вот Понимаешь Вот Ну вот На этом примере На этом примере Мне кажется Что Человеку Чистому Честному И порядочному Ну совершенно Невозможно Сейчас жить Ну вот Абсолютно Ты понимаешь Ну вот Мне так кажется Ты знаешь Вот то что ты сейчас говоришь Говорили очень много Разные люди Сто лет назад Наверное Но всякий раз Понимаешь О подлости мира Да Но всякий раз Переживаемое Одно дело Когда ты читаешь Это в книгах Допустим У тебя даже развито воображение И ты сопереживаешь Главному герою Да Это одно А другое дело Когда ты сталкиваешься сам Когда с тобой Вот так поступили Когда вот ты Ни за что на свете Не позвонил бы никому И не сказал бы Здравствуйте Это говорит Министр внутренних дел Будьте любезны Сообщите мне пожалуйста На каком основании Вы дышите вообще Потому что ты знаешь Сам про себя Что ты не министр Внутренних дел А ты медсестра Ты знаешь Как-то тут в этом случае Недавно была ситуация Я честно скажу Не помню Кто кому звонил Помню что это было связано С новым тренером Самым Для кого-то Я не очень хорошо Разбираюсь в спорте Просто помню Что был звонок кому-то Которому предлагали Якобы на должность тренера Звонили какие-то пранкеры А потом вот эту запись Выложили на Что-то было Да Просто там как раз Я не помню Был комментарий тоже Кого И он тоже говорил Говорит Ну тут как минимум Вообще нужно было Просто перезвонить Не надо как-то реагировать Ну все правильно Перезвонить Но не может же медсестра Перезвонить во дворец Медсестра может быть Не может перезвонить во дворец Но в случае такого Правоси Таких клиентов Грубо говоря Ну как-то в любом случае Как минимум Медсестра должна трубку брать Андрей Здесь много Очень превходящих обстоятельств Действительно У меня есть много вопросов К руководству этой больницы Например Где лежит Кейт Миддлтон Если вы знаете Что лежит Герцогиня Кембриджская У вас И желающих позвонить Желающих позвонить Посфотографировать Что угодно Любых папарацци Но ты понимаешь В чем дело Вот подлость Она так устроена Что от всех ее видов Ты не убережешься Наверное Можно было Ставить каких-то Специальных разведчиков На телефоны Или вот ее Когда Вот меня знаешь Меня точно так же Огорчило страшно Когда эту же девушку Кейт Миддлтон Когда ее сфотографировали Топлиц Когда они с Вильямом Там недавно Относительно Отдыхали где-то Ее сфотографировали Топлиц Ну я не понимаю Вот этого искренне Ну хорошо Действительно Журналист Должен Изыскивать информацию И кормить Общество информацией Саши на тебя нету Ну нету Ну хорошо Он бы тебя порвал Ну хорошо Но мне кажется Что у всего Есть свои границы И пределы Вообще У всего на свете Есть свои границы И пределы Есть какие-то границы И нормы поведения При поисках информации Я могу допустить Что на свете Есть разведчики Которые работают Вне этих границ И пределов Но ты же все-таки Не разведчик Ты журналист Неужели трудно Перекинуть эту ситуацию На себя Ты помнишь Одну секунду Подожди Сколько уже было Трагических вещей Погибла принцесса Диана Из-за чего Ну тоже Это притянуто Ну хорошо Притянуто Но на свете Много есть вещей Когда люди Которых преследовали Вот так Неуемные товарищи Якобы журналисты Когда эти люди Погибали Ну сколько можно На самом-то деле Это же В конце концов Просто преступление Мне вот так кажется Я не знаю Есть ли статья какая-то Совершение преступления Там какого-то При Предобывании Какой-то информации Я не знаю Ну смотри Юр На самом деле Тут Пойдем по ступенечкам Первое Почему Вот эти папарацци Назовем их все-таки Определенным Хотя папарацци все-таки Фотограф Фотограф конечно Но мы всех Всех даже пишущих Там и Давай Сделаем упрощение Да Папарацци Для удобства Потому что я разделить Хочу журналистов Таких Которые Сидят И идут беседу В студии Предположим Как Молчанов Он журналист Он журналист И журналистов Которые бегают Подглядывают Подсматривают Звонят От имени Они разные Репортеры Которые Предположим Уйдет какой-то Репортаж С митинга И так далее Это не репортер Который Подсматривает С паденью Это спортивного матча Репортер Тоже Это не одно и то же Поэтому давай Определим людей Которые подсматривают Всех как папарацци Как их назвать Войюристы Давай назовем их Папарацци Чтобы было понятно То есть подглядывающие Подсматривающие Ведущие себя Некорректно При поисках информации Почему они Ведут себя Некорректно При поисках информации Почему Потому что Определенная категория Людей А это очень большая категория Хочет считать Газету жизнь Согласен Новую газету известия И так далее Я согласен Ты понимаешь Ты давай Теперь процитируем Хейфица Который говорил Почему у нас такое Телевидение А потому что Просто на телевидении Такое хотят смотреть Я все принимаю Кого ты собрался наказывать Никого 99% людей Которые хотят это потреблять Которые сами поощряют Этих людей Да никого я не собрался наказывать Это как устроен мир Я просто горестно переживаю Кто тут по этому поводу Недавно мне говорил Что мир это ты Внутри тебя Правильно Ну до какого черта Ты на 99% обращаешь Которые хотят жить вот так Это их мир Нет видишь Я врач Во мне Во мне как бы Очень сильный Очень силен Во мне профессиональный компонент Человек повесился Повесился из-за того Что его обманули Блин Знаешь меня и как врача И как психотерапевта Это огорчает Я вот так скажу Как врача А как психотерапевта Я уже рассказывал эту историю Прошло уже много времени А мне до сих пор Перед глазами стоит вот та Не знаю бабочка Назвать ее невозможно Просто пожилая женщина Вот у нас возле дома Есть кулинария Вот она очень хорошая Но цены там абсолютно страшные Которые вот недавно подорожали Еще на 20-25% Вот И я просто помню Там сейчас Это же новая мода В таких магринерах За 100 грамм Да-да-да Вот она хотела купить Квашеные капусты Вот Она пришла И сказала Полкилограмма Квашеная капуста Подумав Что это цена За килограмм Я просто видел ее лицо Когда ей назвали цену Что на самом деле Это Понимаешь Я до сих пор себя корю за то Вот это тоже во мне То же самое Почему говорил тогда Как-то Саша Вот иногда мне хочется Видеть такого человека Сказать Ну просто заплатить за него Ну да Я понимаю Особенно говоря Мне кажется Я могу ее этим оскорбить Ну да Понимаешь Про что я тебе говорю Понимаю А кто тебе сказал Потому что эта бабушка Не выйдя оттуда Не пойдет и не повесится Понимаю Из этой кулинарии Понимаю Потому что я вижу по ней Что это Не вот те вот Которые покажут Миренство В полоточках Милостных переходах Это человек Исполненный Собственного достоинства Мне все понятно Ей с трудом было Вот это Она проглотила это И ушла У нее нету этих денег Я просто что хочу сказать Я хочу сказать Что вот Как есть экология Окружающей среды Вот например Ну да Точно так же мне кажется Есть экология поведения Вот мне кажется Что не во имя других даже Андрюш Андрюш Бог с ним там В конце концов Мне кажется Что во имя самого себя Человек должен придерживаться Экологии поведения Ну Мне трудно Вот Вот я сейчас Я пытаюсь поставить На место Этих двух журналистов Над которыми Всю жизнь Будет висеть память О том Что из-за их Поведения Повесился человек Вот смотри Я сейчас Я проведу Другую параллель Как они будут жить Вот смотри Я тебе проведу Еще другую параллель Сегодня утром Как бы собираюсь Сюда Я слушал радио И там была такая новость Что в Америке Папа с сыном поехали То ли сдать То ли еще что-то оружие Мне нужное в магазин Да И по какой-то причине Мы в магазине Это оружие не приняли Они садились в машину И у отца Этот пистолет выстрелил Ух ты Да Он по какой-то причине По своей без лаберации Скорее всего Не посмотрел Что у него в патроннике Патрон То есть нормально Надо выщелкивать То есть он магазин Из магазина убрал Я понял А в стволе стоял И сыну попал в голову Сын умер Понятно Это отец Он застрелил своего сына Сейчас Сейчас Его будут еще судить За это дело Я к тебе хотел это сказать Что он вот так У человека рушится Может быть еще недавно Счастливая жизнь Потому что называется Они с сыном съездили В магазин Это другое Андрей Нифига не другое Он будет с этим жить Нет Это зависит от того От человека Потому что ты сейчас говоришь Как-нибудь с этим А это зависит от них Я хочу сказать ему Этому отцу Если он меня услышит Что это трагическая случайность Она не идет Ни в какое сравнение С хладнокровным замыслом Ты не знаешь Замысл это был хладнокровный Или они не считали Что делают что-то плохое Но они могли осознать это потом Я понимаю Я понимаю Но это уже не трагическая случайность Понимаешь Это все равно Это все равно Некий обдуманный поступок А давай Сказал он ей Или она ему Давай вот так вот сделаем Не подумал Что это очень может быть Совершенно верно Трагически сказаться как-то Ну да Я Я же не хочу говорить Что они злодеи Какие-то там Или там Какие-то они убийцы Нет Я говорю про экологию поведения Вот на самом деле Для меня этот случай Я его обращаю К самому себе И говорю Вот сам себе Вот как нужно Действительно думать О каждом своем слове О каждом своем деле Вот как нужно Пристально рефлексировать Самого себя Чтобы боже упаси Ведь на самом деле Самая невинная Казалось бы Глупая шутка Вот твоя Да Может на судьбе Другого человека Сказаться самым решительным И мрачным образом Поэтому Что тут скажешь Просто вот Меня страшно огорчает Я уже Двое суток Не могу никак Забыть об этом эпизоде Попейного посид Да я понимаю Тут на самом деле Это Ты Вокруг одной такой проблемы А из них проблем Очень много Нет Да В принципе Потому что Ты приводишь пример С одним звонком Да Люди Свойственно Людям совершать Необдуманные действия Свойственно Сказать что-то Свойственно Не знаю Причем можно даже Пожалеть через минуту Свойственно И мне свойственно И сколько глупостей Я сделал в жизни Кошмар Одно дело Что есть люди Которые отдают себе Отчет В том что они делают Да А другое дело Просто глупость Другое дело Что человек Даже это не глупость Может быть Это неумение Мыслить на 2-3 шага вперед То есть вот он Эмоционально Импульсивно Открываем и так Вот клево же будет Клево тоже будет Он потом об этом Пожалеет Об этом снята куча фильмов Собисана куча книг На самом деле Как люди потом жалеют Согласен 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 И в данном случае Вот акцентирован на этом Конкретно Самым безболезненным Случай Потому что еще раз говорю Что я не знаю Виновата ли в этом звонке Смерть медсестры Это является прямой Или связью Вот Ну скажи Хорошо А вот ты говоришь Импульсивный поступок Не подумал Хорошо Ну скажи А вот допустим Тот папарацци Который изо дня в день Из недели в неделю Из года в год Подглядывает в чужие окна Фотографирует людей В нелепых Унизительных Смешных И на неприятных Им самим ситуациях Он тоже не думает Что он делает Или это уже другой вариант Или это уже его работа Он знает Это его работа Он работает на тех людей Которые хотят это видеть Понимаешь Это равно точно так же Как порнография Люди Люди Которые Грубо говоря Занимаются сексом На камеру Отдают себе отчет Что они делают За ними никто не подсматривает Но есть категория людей Которые хотят смотреть секс На видеокассете Или там Не знаю На видеодиске Вот и все Это тоже самое На самом деле Просто одни Отдают себе отчет В том Что они делают Да Другие Хотят это потреблять Ну что тут скажешь Ничего Нет Это так устроен мир Черт возьми Вот Я даже не готов Назвать это гадостью Я просто еще раз говорю Что каждый Сам добровольно выбирает Понимаешь Это Может с чем Значит можно сравнить С поведением в интернете Понимаешь Ведь люди С виду вроде Розовый и пушистый Но раз заходя в интернет Начинают кого-то троллить Писать какие-то гадости Ну да Бывает А он такой вообще Мягкий семьянин Такой прилежный сотрудник Такой добрый Погласит Всем помогает Бабушку через дорогу переводит Есть такое А заходя в интернет Начинает вести себя Как последняя сволочь Есть такое Понимаешь И каждый сам Волен решать Как он себя ведет В интернете Как он себя ведет На улице Как он себя ведет В своей профессии Да нет Я далек от того Чтобы делать какие-то Выводы далеко идущие Мне просто ужасно жаль Что так произошло Нет Ну что значит жаль Жаль этих ребят Жаль медсестру Мне даже Кейт Миддлтон жаль Ну кого мне меньше всего Жаль Это Кейт Миддлтон По одной простой причине Что мы уже много раз Об этом говорили Человек публично Должен отдавать себе отчет Он должен либо перестать Быть публичным Кстати очень шикарный По этому поводу Есть французский фильм С Эмомонтаном Дикарь Когда он просто На остров Он известный парфюмер И он уезжает на остров Чтобы его ключи Оставили в покое Таких на самом деле Очень много Фильмов Когда человек сбегает Просто к чертовой матери Человек сам волен Делать этот выбор Он либо хочет быть публичным Ну да И он платит за это Ну да Понимаешь Та же самая принцесса Диана И ничего не стоило Чтобы за ней не гонялись Репортеры Надо было перестать Быть принцессой Дианой Ну да Перестать встречаться С этими доди-альфаедами А встречаться с кем-нибудь Лавочником Вот Нет Я все равно бы Если бы она перестала Быть Дианой Вряд ли Может быть еще На автомате Первые полгода Потом бы это стало Никому не интересно Таких людей много Я просто сам знаком С достаточным количеством людей Которые вчера были Довольно-таки известны Но потом Либо изменилась мода Ну есть много певцов Ты знаешь Которые вчера за ней бегали За никому неинтересно Где-то там живут Их иногда вытаскивают На какую-нибудь передачу Погадают Вот старикан Он когда-то был известный Вот А по большому счету Он никому нафиг не нужен Никто Никто за ним не бедует И он сам уже страдает Черт возьми Где у тебя папарацци Которые ко мне в туалет заглядывали Которых я Не знаю Там всякой охраной отгонял Сам от них прятался Он сейчас и рад бы Да никто не хочет Это другая история совершенно На самом деле Кого мне меньше всего жалко Это Кэт Миддлтон Она сама выбрала Эту ситуацию Вот Любой из них Даже тот, кто прирожденный Является прирожденным Светским человеком Прирожденным Медийным человеком Прирожденным Публичным человеком Он может в любой момент Им перестать быть На автомате Какое-то время Это еще продлится Но потом все равно Это закончится Это имеет Просто именно До того момента Вот этот резонанс Пока он сам хочет Пока его народ хочет И Это все взаимосвязано Медсестра в данном случае Она как раз жертва Вот этих ситуаций И виноват Если медсестра Предположим Умерла именно в этой ситуации Виновата Кейт Миддлтон Чем же она виновата Кем Что она популярна Именно в этой больнице И она не озаботилась Чтобы не медсестра Это не ее забота Это забота службы охраны Извините Это ее забота Чтобы у нее была Правильная служба охраны Ты знаешь телефон Ты знаешь Как позвонить Путину Нет Ооо А говорят Конечно у него даже Мобильного телефона нет Но он же этим не занимается Этим занимается ФСО Понимаешь Если бы он этого не хотел Сложно Тут как-то я не понял Нет такого ФСО Которого будет диктовать Путину Звонить ему или не звонить Если бы Путин захотел Чтобы ему звонили все И у него был бы публичный телефон Никакое ФСО бы его не запретило Я не считаю Что король Что король Сам лично занимается Персональным составом Своей охраны Причем здесь занимается Он подает тренд Грубо говоря Он подает тренд Быть ему доступным Да Как говорится Как там не знаю Как Гарун или Рашид Вот Не знаю Или ему быть Скажем так вообще Недосягаемым и далеким И даже не иметь Мобильного телефона Я не хочу с тобой соглашаться Кейт Миддлтон Очень хорошая девушка Ты с ней знаком? Ну она мне нравится Ну ёлы Мало ли кто мне нравится Я не считаю Что она виновата В этой истории Вот Ты можешь не считать Сколько угодно Да Вот скажем Вот наш премьер-министр Который из них? Нет Премьер-министр у нас один Они меняются Все время Я запутался Дмитрий Анатольевич Который за кадром После записи Про козлов? Да Назвал следователей козлами Которые вломились рано утром Я думаю Это был продуманный троллинг Ты думаешь Он это сделал? Я не считаю его идиотом Вот Видишь? Он отдает отчет Где он находится С кем он говорит Вот я тоже Вот я тоже Он очень умный человек Да Ага Он прекрасно отдает себе отчет То есть это И я думаю Понимаешь Это точно так же Как я сам себе иногда позволяю Как будто бы случайно Обронить слово А понятно Прекрасно зная Что я делаю Не-не-не-не Это продуманный троллинг То есть он не будет переживать Не будет он переживать Он не медсестра Нет? Понятно Ну хорошо Уж за кого я не переживаю Это Газмитрия Анатольевича Понятно И думаю что вот все то Что происходило за кадром Я не знаю Была ли это режиссура Я сейчас не говорю И со стороны журналистов Они могли участвовать В этом флешмобе Даже не подозревая Ну да Наверное Но я думаю Я не верю В то Что государственный телеканал Забывает вовремя Выключить камеру Забывает отрезать Не отмонтировав Выпустить это в эфир Я не верю в это Проработав на телевидении Достаточно долго Подождите А я это по-другому воспринял Андрюш Я воспринял Что это кто-то записал На свой мобильник Это не так Какой мобильник Ты что с ума сошел Какой мобильник там Ну у кого-то там Я не знаю Ты кто профессор сейчас говорил Какие мобильники Нет А кто же тогда выложил Это в сеть Это там же даже Стоит значок Russia Today Ты что родной Russia Today выложил Это в сеть Конечно Ну тогда это точно троллинг Потому что Russia Today Ни за что в жизни Не стал бы выкладывать в сеть А есть наивные люди Которые думают Я думал что это Ооо Как все запущено Это выдал полностью Еще раз говорю Что государственный канал Ах вот он Который занимался Трансляцией Все это дело То есть там даже Понимаешь Даже на отрезанном кусочке Который сейчас убрали Висит отдельный отрезан кусочек Даже стоит штамп Russia Today Да ты что Кошмар какой Подожди Ну а хорошо Ну а если это продуманный троллинг И он знал Что это выложит все в сеть Как же он так оскорбил следователей Смотри Тут есть разные точки зрения И мы сейчас впадаем С тобой в гадание Ну да Потому что есть мнение Что его подставили Что это не он сделал Да Что он-то был уверен Что все выключено Не пишется и так далее А что именно с подачи Другого человека Я тоже так думаю Не будем говорить Не будем Вот Это как бы Сделано И чтобы подставить Убрать его может Потому что сейчас Как бы получается подставить С другой стороны Это может быть И его продуманный ход Мы этого не знаем Ну что он стал бы называть Козлами следователей Я еще раз говорю Что тут есть Как бы разные штуки Потому что Во-первых Он мог таким образом Продемонстрировать свою силу Что я могу себе это позволить А Ты посмотри Лучше Тут очень интересно Мы впадаем с тобой в гадание Я как человек Который привык Все таки Именно из той категории Журналистов Который привык анализировать Материал Использовать проверенный Я не хочу впадать в гадание Понятно У меня нет материала Для того чтобы Так А заниматься гаданием Могу тебе еще Несколько версий предложить Смысл Никакого В том-то и дело Глубоко Ничего глубокого тут нет Все это очень поверхностно И все это много раз использовалось И Ельциным И много кем другим Ельцин сознательно троллил Много Много раз Абсолютно отдавая себе отчет Что он делает и говорит И когда дирижила В раке Слушай Ну насчет этого я не знаю Я не знаю Для этого надо как минимум Быть человеком из команды Чтобы это знать Ну да Я просто знаю те моменты Которые когда Ельцин Еще был маленьким Будем так говорить Да То есть когда Ельцин Еще был маленьким Ельцином Небольшим Ельцином А ну да Да Он шел только Ну да Потому что я же очень плотно Занимался политикой В начале 90-х И как бы достаточно Много чего знаю Вот И поэтому я говорю что Ну что сказать Андрюша Медсестру все равно жалко Так нет Ну простые люди всегда были И будут разменным Точно Мелочи Монетой Да В игре Публичных лиц В той или иной степени Публичности Политиков ли Там не знаю Там светских людей Там актеров И так далее И тому подобное Как не хочется быть Разменной монетой В публичной игре Публичных политиков Ну Как тебе сказать Для этого Чтобы тебе в клинику Не приходили лечиться Просто Тоже правильно Коронованные Особы Тоже правильно А ведь придут Придут И все И хана тебе И хана тебе И станешь ты тоже И станешь ты И вот тут тебе Панальное отверстие Камеру И будут рассматривать Это такой библейский текст И хана тебе И станешь ты Да Ну хорошо И хана мне И хана тебе И стану я Здоровья всем Здоровья всем Субтитры создавал DimaTorzok